Здравствуйте! В эфире программа День Города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Сила, отвага, быстрота, разум. Профессия для настоящих мужчин. Ховалы в бело-голубом. В автопарке госавтоинспекции вновь в пополнение. Это у нас семейная. Рязанцы вышли в полуфинал федерального конкурса «Россия – страна возможностей». Рязанский СОБР отметил 31 год со дня своего основания. За все это время бойцы провели сотни операций. Рассказать о некоторых из них в подробностях, к слову, можно будет еще очень нескоро. СОБР – спецподразделение довольно закрытое, но шансом попасть на тренировку наша съемочная группа воспользовалась сполна. СОБР – спецподразделение. Руки зашли. Руки зашли. Руки зашли. Солом чисто. В багажник оружия. СОБР – спецподразделение. Тренировки у бойцов отряда СОБР «Коловрат» – непрерывный процесс. Физподготовка, огневая, оттачивание командной работы, проработка возможных боевых ситуаций. В реальности права на промедление или ошибку нет. Поэтому внимание к деталям и рутинное повторение раз за разом. Чтобы каждое движение стало автоматическим, выверенным. От мастерства каждого из ребят зависит слишком многое. Работу СОБР выполняет абсолютно любую. В любых местах, в любых регионах. Подготовка занимает все время между работой и командировками. Все время мы готовимся. В Рязани СОБР был образован 18 февраля 1993 года. А уже с 1994 офицеры спецподразделения выполняли задачи в горячих точках Северокавказского региона. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, сотрудникам Рязанского СОБР вручены более 200 государственных наград. В апреле 2016 СОБР вошел в состав Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. Нам, чтобы не сбавлять темпов и не нарушать процессы тренировочные, у нас все должно замыкаться именно на движении. Мы всегда должны двигаться, а движение это у нас все на тренировках. То есть и этот процесс тренировочный, он способствует, скажу так, что успешным выполнением задач. Сейчас также дополнительно у нас группы появились специалистов, которые работают с техническими средствами видеонаблюдения с высоты. Что в данных каких-то моментах это облегчает нам как бы обнаружить противника и также самим безопасно где-то проникать также в объекты и двигаться по горно-лесистой местности. Уже более 30 лет основные задачи СОБР остаются неизменными. Участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в специальных операциях по предупреждению и пресечению преступлений, освобождению заложников, а также обеспечение силовой подготовки оперативно-розыскных и иных мероприятий как на территории Рязанской области, так и за ее пределами. 13 автомашин Хавал F7 получили сотрудники регионального управления госавтоинспекцией. 10 машин оставят патрулировать город, остальные отправятся в районы. Подробности далее. 200 лошадок и полный привод. Этим могут похвастаться автомобили Хавал, на которых с сегодняшнего дня будут передвигаться сотрудники госавтоинспекции. 19 февраля им обновили автопарк. Я с уверенностью хочу сказать и могу сказать о том, что данный автотранспорт будет использоваться именно по назначению для того, чтобы не было, а может быть и меньше, просто не могу сказать, что не было вообще даже трассы на происшествии. Автомобили оснастили всем необходимым. Теперь на борту современные средства связи, компьютеры, точные измерительные приборы. За одним автомобилем закреплены 4 человека, то есть 2 экипажа ДПС. Сегодня мы с вами получили новые современные автомобили с повышенными характеристиками по проходимости, оснащенными системой видеонаблюдения, радиостанцией, световой и звуковой сигнализацией, укладкой оказания первой медицинской помощи. И вы, как сотрудники госавтоинспекции, должны профессионально применять патрульный автотранспорт. Все технические средства, которые стоят на балансе подразделения. С приветственным словом к инспекторам обратился и ветеран службы Владимир Конкин. Он рассказал, что в годы своей службы на 100 человек было 15 «Жигулей» и 22-колесных «Уралов». Сейчас автопарк значительно изменился. У каждого патруля есть свой транспорт. Новые «Солярисы», новые «Октавии Шкода», новые «Хавалы» вот сейчас получаете эти автомобили. Это вот вездеходы, на которых только можно работать успешно и эффективно. Для инспектора автомобиль – это первый друг и помощник. И без него, конечно, работы не получится хорошей. Это уже третье пополнение автопарка региональной госавтоинспекции. В этот раз по федеральному проекту «Безопасность дорожного движения». По машинам. Десять автомобилей будут патрулировать город. Еще два – Рязанский район и один – Спаский. Спонсор программы «День города» – выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». Морепродукты с Дальнего Востока можно купить прямо в Рязани. В Рязани стартовал общественный проект «Кузнецы под открытым небом». Презентация прошла в поселке Конищево. Этот проект – местная инициатива кузнецов вместе с органами власти и комитетом ТОС. Хочу сегодня показать, как разводили огонь в Средневековье. Как вы знаете, ни спичек, ни зажигалок не было. То есть, один из способов, которым пользовались наши предки. Кресало, кремниевый камень и пережженная ткань. В этой кузне разводят огонь по старинным технологиям. Мастер-классы по основам древнего ремесла здесь проходят часто. Сегодня член Союза кузнецов России Михаил Раткин показал гостям приемы ручной ковки сувенирной подковы. Занимаюсь я, наверное, где-то с 90-х годов. То есть, это уже достаточный срок. Начинали учиться, скажем так, самоучками. Потом фестивали, мастер-классы. Ну и, соответственно, потом уже появился интернет, стало гораздо проще. Обмен информацией. Кузнецы под открытым небом – это совместный проект местных жителей и органов власти. Крестьянская утварь, мечи, доспехи. Самый древний экспонат – наковальня XIII века. Ее кузнецы ласково называют «цыганочкой» из-за относительно небольшого размера и легкой транспортабельности. Музей Рязанская Крица открыли еще в 2021 году. Тогда мастера кузнечного дела Михаил Раткин и Александр Чуркин и решили объединить свои усилия, чтобы вместе передавать технологии древнего ремесла рязанцам. Кстати, работают маститы и кузнецы вместе со своими сыновьями. Музей Рязанская Крица Кончик такой, видишь, красивый получается. Со мной работает сын. Проводим мастер-классы с детьми. До этого, значит, мы провели мероприятие по ручной ковке с детьми многодетных семей. Дети, значит, родители которых на специальной военной операции. В основном мы всегда с детьми работаем. Оторвать их от гаджетов, от компьютеров, почувствовать, что такое ручной труд. Мы с ребятами сюда приходим и постоянно смотрим, как работают. Ребятам дают попробовать. У них горят глаза. Они понимают, что такое профессия. Очень важно, что приходят семьями. И у нас даже есть некоторые люди, которые династийные. У них там дедушка, например, был кузнец. И уже маленькие дети очень к этому так серьезно относятся. Не то, что они пришли поковать какой-то там гвоздик, а прям, что это тоже относится к их династии очень гордо. Вместе с общественной инициативой комитета ТОС по благоустройству территории в поселке Конищево проект «Кузнецы под открытым небом» победил в городском конкурсе местных программ по развитию региона и теперь участвует в областном отборе. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Более 102 тысяч команд, в том числе из Рязанской области, приняли участие в федеральном конкурсе президентской платформы «Россия – страна возможностей». Дистанционный этап проекта «Это у нас семейное» представлял собой задания для всей семьи. В полуфинал прошли более полутора тысяч семей. 384 команды из Центрального федерального округа. Среди них рязанцы тоже есть. Готовим вместе веселые старты, праздник для мамы, песня трех поколений. Все тематические задания конкурса «Это у нас семейное» креативны. Главное условие состязания – участвовать должны три поколения. Каждое задание семьи записывали на видео и выкладывали в свой аккаунт на официальном сайте конкурса. Чита Казаковых включилась в состязание, не задумываясь. «Это было очень красочно. Жена у нас творческий человек. И я решил ее поддержать в этом начинании. Конечно, с начала было тяжело, с работы приезжая спать, а вот она говорит – давай. Ну вот приходил. Сначала мучаются, а потом втянулись и участвовали». Мама, папа, сын и бабушка – количество человек в команде конкурс не регламентирует. Задания засчитают только при условии его совместного выполнения всеми участниками. «Когда начали уже заниматься этим делом, в общем, вошли во вкус, даже очень интересно, и конкурсы понравились. И когда уже закончили снимать все конкурсы, думаю, что-то как-то пусто, что-то хочется еще, можно было бы еще где-нибудь поучаствовать. Ну, сейчас я уже на пенсии, я и раньше очень любила вязать, но сейчас продолжаю заниматься». У каждого в этой семье свое хобби. Мама Юли пишет стихи и сказки, папа Кирилл увлекается бильярдом, а сын Вадим – начинающий энтомолог. Казаковы часто проводят время вместе, например, играют в домино. Именно поэтому работа в команде для них дело привычное. И вовсе не удивительно, что самым креативным для Казаковых стало задание «Мультсемья», в котором участникам нужно было повторить отрывок из любого анимационного произведения от киностудии «Союзмультфильм». «Мама Юля была фрекенбок, я была малышом, папа балкарился нам, а бабушка в телевизоре, тетя с синими волосами». За выполнение заданий жюри начисляла команде баллы, которые в итоге суммировали. Оценивали и личные достижения участников по ходу конкурса – в спорте, творчестве и волонтерской деятельности. Проект стартовал в начале прошлого сентября. Семья Казаковых узнала о конкурсе только в ноябре, но все равно решила принять участие, в итоге набрав достаточное количество баллов для прохождения первого этапа. Следующий пройдет уже в очном формате. Для участников из СФО состязание проведут в Москве. Будут оплачивать проживание, питание, аттракционы для детей, развлекательная зона. И будут конкурсы выполняться. Опять же, семьи будут набирать баллы. То есть баллы не суммируются с теми. То есть они обнуляются. И сейчас в полуфинале будут новые баллы. По окончанию полуфинала будет уже отбор в финал. Пройдут из полторы тысячи семей только 300 семей. Главные призы для финалистов – 300 семейных путешествий. Из них 30 команд победителей получат по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Окружные полуфиналы пройдут уже весной и летом. А вот заключительный этап в День семьи, любви и верности – 8 июля. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Снова короткая рабочая неделя, праздничные выходные в честь главного мужского праздника. День защитника Отечества дарит рязанцам дополнительный выходной и повод собрать близких за столом. Специально к празднику открылась выставка продажа у торгового центра «Премьер». Россия окружена морями и океанами, которые богаты различными видами рыб. Однако до центральной части страны вкусная, а главное – качественная продукция добирается редко. Около торгового центра «Премьер» настоящий ажиотаж. Там работает выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Тех, кто стал ярым фанатом рыбных деликатесов у торгового центра «Премьер», с каждым разом все больше. Это неудивительно, знают, куда идут. Известия о прибытии в Рязань в выставке продажи «Икра и рыба Камчатская» горожане уже ждут с нетерпением. Мы икру купили, белорыбицу и чавычу кусочек. Уже несколько раз покупаем, очень вкусно. Икра считается чавычу самая крупная, очень вкусная. Витамины, микроэлементы, омега-3 в обязательном порядке. Нам, таким пожилым людям, обязательно нужно кушать икру и рыбу. И это очень приятно, что такая забота о нас. Чавычу купила, белорыбицу купила, икру. Хорошо, ребята, торгуют и быстро, и вкусно. А что, про лес, не секрет, в прошлые разы? Икру, белорыбицу и красную рыбу. По-моему, двух. Белорыбица, омуль, палтус, чавыча, нерка и многое другое. Настоящее раздолье для ценителей качества и вкуса, включая красную икру высшего сорта. Все богатство Камчатского края – экологически чистая продукция. По телевизору видела рекламу и решила рыбку купить красную, чавычу, филе хочу взять и икру. В прошлый приезд был их, я покупал их и красную икру, и рыбу красную, и белую красную. Нас всех удовлетворило это. За икрой, за рыбкой, для ребенка. Даже не пробовала ни разу. Не пробовала. Но запахи аппетитные. Все нравится. Все, что есть, все нравится. Здесь вся рыба хорошая. Я думаю, что чавычу возьмем и икру, наверное. Как говорят сами рязанцы, эта выставка привлекательна, потому что любую рыбку или икру можно попробовать, оценить вкус и качество самостоятельно. На прилавках представлено несколько десятков видов рыбы. Так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Выставка продажи икра и рыбы Камчатской расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она проработает до 24 февраля включительно. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица. Все от производителя. С 19 по 24 февраля. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова